Друзья, я приветствую вас! Меня зовут Джулия Лански. Добро пожаловать на этот канал! Может быть, вы уже здесь со мной давно, может быть, вы случайно только что сюда забежали. Я очень вам рада! Сегодня у нас с вами будет рубрика «100 вопросов к Джулии Лански». Я не помню, когда точно предложила эту рубрику, но мне кажется, уже полгода прошло с тех пор, и как-то я ее забросила и забыла. Но одна прекрасная девушка, которую зовут Натали, прям настаивала, «Джулия, сделайте, пожалуйста, эту рубрику», и она от себя только прислала «50 вопросов». И прошло два месяца с тех пор, вчера она мне опять напомнила об этой рубрике, и я пробежалась очень быстро по вопросам, и я нашла это для себя интересным. И мне кажется, всем будет тоже интересно посмотреть, возможно, познавательно, для кого-то, возможно, это будет как вдохновение, для кого-то мотивация, а для кого-то просто возможность расслабиться и кайфануть здесь живым человеком, который просто будет делиться тем, как он проживает свою жизнь через ваши же вопросы. Потому что Натали является, по сути, вашими глазами, также людей, которые смотрят и следуют за мной. Поэтому поехали! Скажу сразу, я не готовилась, я быстренько пробежалась по вопросам. Некоторые из них обычные, можно сказать, поверхностные, но много вопросов есть глубоких, поэтому не судите, как говорится, строго. Будет разное, и я думаю, что это видео будет разделено на несколько частей, чтобы не сидеть тут часами и слушаться. Буквально 10 минут, скажем так. Ну что, поехали! Не забудьте подписаться на этот канал, конечно же, поставить лайк. И если вдруг вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, ссылку вы найдете в описании, обязательно заходите туда, потому что там я часто появляюсь, там я выкладываю посты, историю о том, как я узнала, что я не от мира сего, делюсь какими-то ежедневными мотивациями, вдохновениями. Ну и просто мы собираем like-minded people, да, как говорится, людей одинакового мышления, которые также хотят быть счастливыми и просто жить на высоких вибрациях. Ну что, поехали! Итак, вопрос номер один. Какой у вас рост, вес, ваши параметры? Рост мой 176. Вес, я не взвешиваюсь, не знаю, уже давно не взвешивалась, полгода это точно, ну где-то примерно 58 килограмм плюс-минус. Как вы поддерживаете здоровье своих зубов и ухаживаете за ними? Как сохранить такую ослепительную улыбку? Ну я благодарю, конечно, за комплимент. Здоровье своих зубов, да, особо я никак не поддерживаю. Обычная зубная паста, как и у всех, донтист раз в год, клининг. Иногда я делаю полоскание кокосовым маслом. Иногда я могу почистить зубы, пополировать их, отполировать содой. Просто, да, насыпать соды на обычную щетку. И таким образом, мне кажется, они становятся белее. В принципе, все, больше ничего особенного я не делаю для своих зубов. Следующий вопрос. Как после ужасных событий в мире и плохих прогнозов на будущее сохранить ресурсное состояние и продолжать жить свою лучшую жизнь? Это такой же интересный вопрос, глубокий. Смотрите, я не разделяю на хорошее и на плохое. Для меня нет такого, что ужасные события в мире. Я принимаю все таким, какое оно есть. Да, безусловно, этот мир дуален. В нем есть и хорошее, и плохое. Так же, как есть день и есть ночь. Есть жарко, да, есть холодно. Есть белое-черное, есть кислое, есть сладкое. Без этого не было бы вот этой полной комплектации мира. Поэтому, к сожалению или к счастью, но мир был придуман не нами, да, как и в песне. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Поэтому сетовать на этот мир, на то, каким он был создан неидеальным, ну, себе только хуже делать, да. Я за то, что если мы можем на что-то повлиять, да, вот если конкретно к вам обратился какой-то человек за помощью, и вы понимаете, что вы можете помочь, что от вас не убудет, что вы не отдаете последнее, не себе во вред, тогда вы помогаете. Если вы вот идете по улице, вот недавно я шла по улице, я смотрю, валяются бутылки пластиковые. Посмотрела по сторонам, никого нет, ну, мне неприятно, что бутылка валяется. Я взяла, ее подняла и выбросила в урну, понимаете. То есть, хочешь изменить мир, начни с себя, да, и это о том, как бы это банально не звучало, но это о том, как, какими глазами мы смотрим на этот мир. Поэтому, как жить, повторюсь, да, ваш вопрос, в таком ужасном мире с ужасными событиями, при этом жить свою лучшую жизнь, фокусироваться на хорошем, творить хорошее, творить добро. Опять-таки, если мы видим, что кому-то нужна помощь, взяли, сделали что-то хорошее, без оценки, без осуждения, без ожидания, да, что вам скажут спасибо, что вам прилетит что-то хорошее в обратку за это, потому что это такой замкнутый круг, знаете, когда мы сделали что-то хорошее, мы хотим, чтобы это кто-то заметил, чтобы нас похвалили, а это никто не заметил, не оценили, нас не похвалили, и вот мы уже из героя, да, из такого хорошего человека, мы уже превращаемся в тирана и попадаем в треугольник Карпмана, да, где мы жертва, потом мы агрессор, потом мы спасатель, мы опять спасаем мир, потом мы злимся, потом мы превращаемся в жертву, какой мир плохой. Работайте над собой, работайте над принятием, работайте над расширением уровня своего сознания, над осознанностью, и поймите, что с миром все в порядке, вот именно с таким, какой он есть, да, всегда в мире происходят какие-то события, они были и будут происходить, и это не значит, что не надо ничего хорошего делать и пытаться что-то изменять к лучшему, но опять-таки, да, если бы не было в мире плохого, то людям, которые хотят сделать что-то хорошее в этом мире, им бы тоже нечего было делать, понимаете, как все взаимосвязано, поэтому смотрите шире и поймите, как вся эта мозаика, да, вот весь этот пазл, скажем так, он разбит на маленькие кусочки, и не просто так, не хаотично, здесь все взаимосвязано, каждый человек, да, если, например, у вас что-то заболело, и не дай бог там сломалась рука, сломался зуб, вы идете куда? Вы идете к врачу, ну да, кто-то занимается самолечением, самолечением, но если самолечение невозможно, то человек идет к врачу, если бы ни у кого ничего не ломалось, то врачи были бы тоже не нужны, понимаете, смотрите шире на картину мира и на то, как на, казалось бы, вот эту иллюзию отделенности, разделенности со всеми, на то, на самом деле, как мы все связаны с друг с другом, поэтому, как вот в том стихотворении, да, люди разные нужны, люди разные важны, принимаем все, не боремся с этим миром, не пытаемся с ним бороться, принимаем, благодарим и действуем по ситуациям. Эхли дальше, расскажите на собственном примере, как сохранить волосы от седины. Прикольно. Ну да, кто не в курсе, мне 43 года, и волосы я не крашу, это мой натуральный цвет волос. Как сохранить волосы от седины? Ну, я скажу, как это работает у меня, да, для кого-то это, может быть, будет какой-то эзотерикой, с эзотерикой, я не знаю, ребят, у меня это работает пока что, по крайней мере. В какой-то момент, точно, я помню, мне было 33 года, это было в Лос-Анджелесе, я помню, подошла к зеркалу, и я, кстати, тогда уже у себя начала замечать седые волоски, ну, как ни странно, 33, сейчас ни одного нету. И я посмотрела в зеркало, и я начала фокусироваться. Здесь волосок, здесь волосок, здесь что-то не то, здесь какая-то морщинка. И в этот момент я себя поймала, да, на этих мыслях, осознала, я посмотрела в зеркало на себя. И я просто с уверенностью, с полнейшей, сказала себе, что я всегда буду молодой, я всегда буду выглядеть на 27. Не знаю, почему этот номер пришел в мою голову и эта цифра, но именно так я себе сказала, и я в это поверила. Вот, поэтому, возможно, то, что у меня волосы натуральные своего цвета, можно отнести к этому программированию, да, к этой установке, потому что, ну, в 27 лет мало у кого есть седые волосы. Не знаю, это мой единственный вариант ответов, потому что я никак не ухаживаю за волосами, и какой бы я ни казалась многим ухоженной женщиной, да, я на самом деле гораздо больше занимаюсь своим физическим здоровьем, ну, естественно, питанием и ментальным здоровьем, да, то есть слежу за своими мыслями, за своим состоянием. Поэтому все начинается изнутри. И, ну, я действительно верю, что вот то, как я чувствую, моя гармония, мой внутренний баланс, к чему я очень-очень-очень долго шла, потому что я проживала непростую жизнь, как многие из вас, вот, где было очень много и стрессов, и потерь, и, ну, таких валючих, скажем так, болезненных ситуаций, и с нервами у меня было не в порядке, и с гормональной системой, и вообще со многими показателями. Вот. Это огромная работа, которую я провела, и до сих пор работаю. Это часть моей жизни, это часть моей дисциплины, это часть моей рутины, это и практики ежедневные, и медитации, и кундалини-йога, и дыхательные, и emotional mapping. Очень много у меня новых практик и техник, с которыми я вскоре тоже с вами буду делиться. Поэтому, мне кажется, все в комплексе, все в комплексе. И, безусловно, конечно, принятие себя, любовь к себе и позволение себе вот быть такой, какая я есть. Не идеальный, а просто вот такой, какая я есть. Настоящий, лучший, я надеюсь, версий себя. Ну и давайте последний вопрос для этого видео. Как наиболее мягко проживать разные астрономические явления, такие как полнолуние, новолуние, вспышки на солнце, ретроградный Меркурий, и продолжать идти к своим целям, жить свою жизнь. Как корректировать свое состояние в такие периоды? На самом деле, это очень вообще такой полезный вопрос и важный для всех, для мужчин, для женщин. Вы знаете, в моей жизни были периоды, где я то верила в это, то не верила, то я сказывалась на то, что все это не существует, да, мы живем в матрице, и все это в нашем воображении. Но правда в том, что тело наше физическое, оно находится в 3D-пространстве, да, скажем так, в матричном пространстве. И в матричном пространстве существует все, и планеты, и ретроградный Меркурий, и полнолуние, и новолуние, которое влияет на волны, на приливы, на отливы, да. Ну что уж говорить о нас, тем более о нашем теле и о нашем организме. И мы сделаны на сколько? На 80, да, что ли, процентов 70, чем-то из воды мы состоим. Естественно, все эти космические, астрономические явления, как написала Натали, на нас влияют. И влияют они на нас не просто так. Так, смотрите, как это теперь вижу и понимаю я. Все это делается для нас, для того, чтобы проживать элементарно наши эмоции. Потому что с самого детства мало кого из нас, практически никого, если вы только не новое поколение, да, и у вас родители не какие-то осознанные, и йоги, или просто пробужденные люди, мало кого из нас учили с детства правильно выражать свои чувства, проявлять свои эмоции, что это нормально, где-то поплакать, да, где-то проявить слабость. Мы сейчас не говорим о каких-то там капризах и топаниями ножками, и там неадекватных реакциях, да, или проблемами с гормональной системой. Мы сейчас говорим элементарно о человеческих чувствах и эмоциях, да, вот кто-то что-то сказал, нам стало обидно, мы взяли это, проглотили обиду. И многие из нас, вот не поверите, живут с этой обидой 20, 30, 40, 50, 60 лет. Я знаю точно, потому что клиенты, люди, с которыми я работаю, мне признаются в этом. Понимаете, начинаем работать, говорят, нет, нам некого прощать, в общем, мы прошли уже психологов, и это, и все, уже отпустили, и рот, и это. А начинаем делать emotional mapping, новая техника, да, которая сейчас работают с людьми, и оказывается, там внутри начинает подниматься какая-то злость. Начинаем смотреть туда. Оказывается, да, мама, папа, рот, все проработано, там вообще проблем нет, вопросов нет. Но оказывается, в школе была ситуация, ребенку было 9 лет, когда, не знаю, его там гнобили, да, в школе, его там как-то обозвали, и человек ходит с вот этой вот травмой, с обидой, с чувством стыда, с чувством, во-первых, злости, потому что это же столько в себе носить, копить, и вот эта вот обида, да, стыд, она уже превратилась потом в злость. И он с этим ходит. А это превращается в травму. Травма, что такое травма? Травма это не только синяк, да, когда вас ударили или вам руку сломали, а травма это когда какой-то был ущерб, да, нанесен вам. И такого рода травма, она эмоциональная, ментальная травма, потому что ущерб был нанесен вам внутренний. То есть было больно вашей душе, да, внутри, ваши чувства были ранены. Соответственно, получается травма. И эта травма, у нее нет возможности исцелиться. То есть если вы поранили руку, вы ранку там обработали, да, наложили на нее бинты, она у вас заросла, все, остался только шрам какой-то, который, возможно, вам о чем-то напоминает, но уже нет никаких ассоциаций. А травма, которая подавлена внутри, она с вами идет рядом, бок о боку, бок, бок о бок. Понимаете, много лет. И вы идете, держите ее крепко за руку и не можете отпустить. Вы настолько с ней врастаетесь, что она становится частью вас. И вы начинаете из этой травмы смотреть на мир, видеть с такими людей. То есть к вам так начинают относиться люди, потому что на самом деле вы создаете такие ситуации, чтобы заново и заново их переживать и испытывать. И вот в этом-то есть проблема и опасность. Также, мало того, что вы выбираете и создаете такие ситуации, да, и таких людей себе выбираете, чтобы проживать эту травму, эти же эмоции испытывать и говорить, да, какой мир плохой, люди такие плохие. Мало того, что физически вы начинаете болеть, потому что энергия не выходит, она постоянно подавляется, подавляется, и только вот эта вот рана становится еще больше, 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 сильнее, глубже, да, и мощнее. Так вот, каким образом работают астрологические все штуки, мероприятия космические, которые происходят для нас? Они позволяют этим чувствам обостряться, понимаете? Значит, раз, полнолуние. Обычно полнолуние у нас для проработки, для отпускания травм. В полнолуние что? Мы обычно чувствуем себя неадекватными, да, лунатики называли когда-то людей, на которых так влияла луна. И, кстати, много лет назад, ну, сейчас говорю, 100-200, по-моему, в истории так сказано, в полнолуние, в полнолуние, когда люди выходили на улицу и совершались какие-то преступления, был официальный закон, издан, на основании которого людей не имели права судить, там, сажать в тюрьму и назначать, давать им какие-то суперстрогие наказания. Почему? Потому что тогда официально, не знаю, как они там доказывали, какие у них ученые были, какая наука, тогда официально доказывали влияние неадекватное, да, полнолуние на людей. То есть представьте, потом этот закон почему-то замяли, убрали и все. Но на самом деле, естественно, это очень на нас влияет. Для чего? Еще раз, потому что все эти чувства, они начинают обостряться. И у человека, у которого нет подавленных эмоций, на него эти космические мероприятия, скажем, полнолуние меньше влияют. Я сама по себе знаю, что когда у меня все чистенько, проработано, ничего не вылезает. А потом раз, опять что-то активировалось и вылезло, да, и уже казалось бы, да ё-моё, столько работы проведено, столько тоже. А нет, раз, какая-нибудь штука из детства, раз, куда я никогда вообще не смотрела. Потому что в этой жизни нам всегда есть чем заняться, понимаете? Исцеление, это такой процесс, это не раз пришел, исцелился и все, и работа закончена, к сожалению. Нет. Вот, поэтому также ретроградный Меркурий, огромное значение. Кстати, сейчас у нас будет врата Льва, 8 августа, очень мощный портал. И у нас Меркурий в ретроград заходит, по-моему, 5 августа. Что это? Это опять такой очень тяжелый период, работа над ошибками. Это то, куда человек не посмотрел. Если не занимались здоровьем, значит, что-то будет заболеть, да, надо обязательно посмотреть, там, починить, поработать над этим. Если с кем-то не выяснили отношения, ретроградный Меркурий разворачивает вас для того, чтобы туда смотреть. Поэтому, очень длинный, развернутый ответ, но мне кажется, очень важной информацией, и поделитесь в комментариях вообще, как вам полезно, откликается. Соответственно, подытожу, как проживать эти события, да, когда они происходят. Вот именно, что проживать, не убегать, не прятаться, делать какие-то практики, обращаться к людям, которые вас могут провести. Это и учителя, проводники, наставники, шаманы. У кого-то это психолог будет. Вы что, вам в моменте откликается, кому что актуальнее, кому-то просто сходить к врачу, посмотреть туда, в свои страхи, куда они хотели сходить, заняться здоровьем. То есть, именно не подавлять, а тотально проживать. Еще раз, потому что это делается для вас, и это дается для вас, чтобы наружу поднять все, да, как палку. Представьте, вы взяли, и вы взяли вот так вот, не знаю, подошли в болото, в пруд, да, и вроде бы пруд сверху, он кажется таким красивым, там вот кувшинки плавают, да, а попробуй в пруд палку засуни, вот так вот все размешай. Что там поднимется со дна? Это же ужас. И тина, и листья гнилые, которые годами падали в этот пруд. Представьте, вы хотите этот пруд вычистить, и что вам нужно сделать? Вам нужно всю эту грязь из пруда поднять на поверхность, и чтобы потом все это совком, да, какими-то специальными штуками, все выловить, почистить там дно, или бассейн, скажем, такой, где много лет не пользовались бассейном, тот же самый принцип. Так и здесь. Поэтому не нужно этого бояться, нужно понимать, что это естественные органические процессы, природные процессы, которые на самом деле являются нашими помощниками, и служат нам для того, чтобы в очередной раз что-то отпустить, проработать, прочистить до очередного этапа. Я надеюсь, это видео было полезно, это всего лишь начало, я думаю, сегодня я ответила на 5 вопросов, у нас впереди еще с вами как минимум 50. Если вдруг у вас также появились ко мне вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, и я их включу в следующее видео. Благодарю вас за просмотры, за ваше время, за вашу любовь, за ваши сердечки, за вашу обратную связь. Я вас люблю! Муа!